Сегодня второе занятие идет, и я хотел бы немножко вам сказать, кто первый раз пришел, что это такое, для чего мы здесь собираемся и пытаемся что-то понять. Дело в том, что существует две формы знаний, академические, которые вам преподают в вузах, это классическое знание о материальном плане, то есть все о материи, но знание, оно все целостное, существует огромный пласт знаний, который не дается нигде. Так называемое тайное знание. Им как-то владели жрецы, владели люди, которые были сожжены на кострах инквизиции в средние века, владели епископы альбигойцев, тоже этим знанием владели. В настоящее время этим знанием располагают масоны, но частиц, часть там знания есть у них, не полностью, но масоны, в общем-то, в целом, неплохо могут работать ментально. То есть они могут создавать мыслеформы, могут их материализовывать, фактически Каббала полностью ими освоена. Так вот, я хочу что сказать, что чтобы что-то понять, надо обязательно владеть целостным знанием. Сразу оперировать и материальным, и нематериальным. И самое главное, вам надо немножко историю знать, потому что история вся это миф. В средние века была написана история древних веков, в эпоху Возрождения была написана история попами христианскими, извращенная история средних веков. И получается, что у нас вся история это миф. Нужно знать настоящую историю. Поэтому, когда я читал историю в вузе, этот миф, и иногда говорил то, что надо было знать студентам, у меня просто-напросто отняли часы. Но я так немножко вам рассказал, а теперь давайте займемся этим вот целостным знанием, вот, и будем потихонечку разбирать ступенька за ступенькой. Значит, что я хочу? Первое занятие было, были люди, которые знают, о чем была речь, но есть те, которые не знают. Поэтому я хочу напомнить и кратко-кратко вам рассказать. Значит, первое, что я вот тут для себя маленький план накидал, чтобы не сбиться, потому что много здесь вам сегодня рассказывают, очень много. Значит, вы должны запомнить одну деталь. Все люди разные. Это вам нужно запомнить. Все люди разные. То есть, есть голова у всех, руки-ноги есть, там ходят все прямо, но внутренний мир у людей разный. Я не буду в подробности вдаваться, не буду теорию поршнева вспоминать, где поршнев открытие сделал, страшное, грозное открытие, что существует среди людей два вида хищников и два вида не хищников. Мозг другой. Оказывается, отличие идет по строению головного мозга. Мозг разный. Рассматривая черепа, будучи антропологом, академиком, он смеет черепа, и отпечатки этих самых переднего мозга были, отпечатки были другие. У одних одни, у людей другие. Поэтому были два вида им выделены. И я хочу что сказать, что люди еще потому разные, что одни накопили инкарнационный путь в течение многих инкарнаций, тысяч инкарнаций. Ведь жизнь вечная, надо понимать, никогда человек не умирает, тело умирает, но психика, подсознание, все это сохраняется, остается. И вот человек приходит снова на землю, проходит свой какой-то путь, уходит. И он накопил столько, что придя на землю, он уже располагает готовым знанием, огромным знанием, космическим знанием. И его, естественно, никто не понимает вокруг. Люди от него шарахаются, потому что он говорит на другом языке. Но он может дать истину. Вот таких людей вы, наверное, знаете. Иисуса Христа все знают, Будды все знают, Кришну все знают, да? Да, Заратуштур тоже знают. Вот, помните, как там Иисус Христос говорит? Воистину, говорю вам, доказать трудно. Но вот он пытался эмоционально объяснить, что верьте мне, ребята, я вам говорю правду. Он и говорил многие вещи действительно точные. До него там был еще Гернестр Снегист, тот, да? Вот сегодня о нем будем говорить. Значит, понятно, да? Люди все разные. Еще нужно вспомнить одну деталь. Что всегда дикость человеческая, невежество выступало против нормальных, против высоких людей. Ни один из этих людей нормально не умер. Ни один. Если Будда в нищете умер, слава Богу. Лао Цзи сбежал в Тибет. Конфуция убили в конце жизни. Христа, вы сами знаете, что с ним сделали. Понимаете как? Магомед своей смертью помер, но сейчас доказывает, что он был отраблен. Так что вот так идет. Я хочу что-то сказать, что первый уровень какой? Вот оппозиция этим людям. Это преступный мир. Второй уровень самый, тоже один очень грозный. Кстати, не обижайтесь на меня, но вы к нему имейте отношение. Это обыватель. Для обывателя главное это материальный план. Обыватель живет только одним днем. И для него главное это что? Это деньги, вещи, благополучие, власть и больше ничего. То есть свое предназначение, обыватель фактически, что он его не выполняет. Поэтому они очень мало живут, эти обыватели, они очень быстро умирают. Но это их дело. Дальше идет, что чиновник, да, чиновник, опасность. Здесь потому что чиновник это что? Тот же обыватель, но обладающий обреченной властью. У него много власти. Ну и конечно же есть еще и другие силы, о которых отдельно поговорим. Вы должны это знать, потому что у вас есть какой-то жизненный опыт. Это масонские кланы, оккультные кланы. Это мировое еврейство. Над ним стоит еще более сильная сила. О ней будем сегодня говорить. Поэтому как это все случилось, нужно знать. Если вы будете это все хорошо знать, вы будете легко ориентироваться в жизни. Например, я вас не смогу научить отличать хищника от нехищника. Но не дай бог, девчоночки мои милые, если вы встречаете в своей жизни хищника, и потом свою жизнь вкладываете в его руки. Вот тут будет плохо. Дело в том, что от хищника не родятся полноценные дети. И эти роды пресекаются. Вы, если хотите, почитайте теорию поршневого Деденко. Деденко – это цивилизация каннибалов Деденко. Деденко – это хищный секс и хищное творчество. Эти три книги прорвались. Самого поршневого уничтожили при Хрущеве. Хотя говорят, что теперь Сталина его не трогала при Хрущеве, и от него избавились. Но теория-то никуда не ушла. Факт остается фактом. Все абсолютно правители у нас, которые там и в Америке, и в Европе, и у нас, они все состоят из хищников. Их 10% хищников, людей. Хищник, нормальный хищник, влезет к власти. Ему нужна власть. И деньги. И секс. Вот три основных направления, по которым он идет. Есть, как пишет Климов, если человек захотел власти, и начинает себя там бить в грудь, я, 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 как там, Жириновский, там, и компания, его надо сразу садить куда? В сумасшедший дом, он уже готовый там, я сумасшедший дом. Поэтому нормальный человек никогда к власти не будет стремиться, не хищник, потому что власть любая. Это ответственность прежде всего. Огромная ответственность. А люди, которые рвутся к власти, они не думают об ответственности, они думают о деньгах и об удовольствиях. Через власть он получит и то, и другое. Так, дальше давайте разбираться. В древности, в древности, были такие генетические линии родов. Что это такое? Это пока мы все вспоминаем. Нам сегодня будет много, надо будет пройти, поэтому мы пока вспоминаем. Вот генетические линии родов. Что это? Это по генетике, то есть по родове. Раньше говорили на Руси, по родове. Когда высокодуховная лечащица приходила, ее воспитывали, давали возможность ей продвинуться. Она проходила из низшего сословия, допустим, сословия тружеников, она поднималась до сословия воинов, поднималась до сословия жребцов. Эта вот пирамида шла, и в конце концов этот человек сохранял свой генофонд. Понимали, что этот генофонд не просто так, его нельзя бросить. Подбирали пары, женщину подбирали достойную, такую же. Рождались люди, которые генетически не воспринимали зло. Они жили для своего народа. Недаром понятие боярин придуриваются наши эти самые ученые, все разгадывают. А что же такое боярин? Вот они там ломают головы, там все. Это дуриловка, здоровенная такая дуриловка. Но боярины просто опируются. Бог, это что? Это луч, поток, это санскрит. Ярь – это энергия. Ярила, солнце. Это энергия такая же, как ци у китайцев, как ки у японцев, как прану у индийцев. Как на русском, это ярь. Это жизненная сила. То есть люди, дающие своему народу жизненную силу весеннего солнца. Если так перевести, да? Или поток луч весеннего солнца в образе человека. То есть понятно, да, боярин? Вот эти люди, боярские роды, они уже были уничтожены, знаете, когда сразу же после принятия христианства добили уже последних бояр. Даже христианизированных бояр добил уже кто? Помните вы историю? Кто? Петр Первый. Петр Первый. Последних уничтожен. Вот. И у нас фактически из этих вот благородных родов, тех, которые не могли просто творить злоб, не потому что они не хотели, они просто не могли. У них была вложена программа вот эта вот генетическая не делать зла, а жить только для того, чтобы свой народ как-то закрыть, как-то его сберечь, для него что-то сделать. Вот даже посмотрите, вот Куликовское сражение. Вот у Вазовикова книга, есть очень сильная книга, кстати, я эту книгу вез, но у меня сейчас там, да, там ее читают ребята. Так вот, Куликова Поля Вазовикова. Он показывает эти роды, это Аболенские, это Голицыны, понимаете, это роды, которых коммунисты вот недавно еще истребили, они еще сохранялись. Там они все на Куликовом поле сражаются в первых рядах и все ложатся ко сне за Русь. Вот. Так что, это трагедия наша, что этих линий, вот эти вот генетические, они прерваны. Они были прерваны Петровым первым, это главный был преступник в свое время, а потом сделали это коммунисты очень сильно. Добили последних, хотя уже при коммунистах боярских родов почти не осталось. Таких вот линий генетических уже не было. Так. Интересно сказал Достоевский на тему русского народа. Надо вот это немножко знать. Не смотрите на то, что делает наш человек, посмотрите, к чему он стремится. Вот. Везде рассматривают нас, как мы какую-то работу проводим, что-то мы делаем. Можем делать шеврот на вырод, но что мы хотим и к чему мы стремимся. Вот вопрос. Вот это загадка русского характера. Я не хочу сейчас психологию даваться, вот. Но вот вся наша сегодняшняя лекция, наше занятие будет именно под этим грифом идти. Помните о том, что человек может, наш русский, идти, как говорится, к какой-то истине таким путем, что уму непостижимо. Но он идет именно к истине. Чего другой человек западный не в состоянии. Западный человек уже сломанный. Для них истинное, это такое, непонятное что-то такое, которое даже не стоит им заниматься. Вот. А ценности в основном материального плана. На Руси этого не было. Даже в 19 веке Наполеон не смог купить наших христиан, дав им свободу. Они его все равно уничтожали. Его армию. И надо сказать, что это сделали они неплохо. Так вот. Значит, еще раз повторяем устройство человека. Все понятно, да? Вроде недолго ушло. Устройство человека. Значит, вы должны знать некоторые вещи из тайного знания, которые скрыты. Но знают масоны, знают раввины. То есть те, кто занимается каббой, знают магию. Но не все. Вы должны знать, как устроен человек. Человек это сущность. Это полевая, прежде всего, сущность. Мы представляем свое тело. Нам кажется, что наше тело это человек. Но это не человек. Это зонд. Вот этой сущности зонд в материальный план. Сущность имеет несколько зондов. Она может тысячами зондов оперировать. Сущность очень мощная. Но психика этой сущности находится в нашем подсознании. Знание этой сущности в подсознании нашем. Поэтому, когда мы обращаемся на свое подсознание, да? То мы спрашиваем подсознание. Подсознание знает все. Можно все спросить. Через подсознание. Ну, вы, наверное, знаете, как работает, может, с маятником. Да? Я не буду объяснять. Как работает с рамками. Могу это все показать. То есть это не сложно. Ну, например, воду. Думайте, рамка там работает. Когда воду ищет. Заходится ее. Или там руду ищет. Это не рамка. Это работает энергия этой сущности. Это подсознание. Там, где руда, этот самый, рамка поднимается. Или лоза поднимаются. Вот тут есть такая-то глубина. Говорит, какая глубина ментальная. Точно глубина до воды. Ну, так я иногда воду ищу. И когда мне надо. Так вот, сущность. Теперь главная задача. Что мы здесь делаем? Почему мы часть этой сущности, мощная очень. И что мы здесь на земле забыли? Что нам здесь надо? Ведь обыватель как воспитывает своего ребенка? Главное что? Это специальность, чтобы зарабатывать деньги. Это квартира, машина. Для женщины хороший муж. Чтоб не пил, не курил. Чтоб там цветы все отгорел. Там тещу маму называл и деньги все отдавал. Вот это главное. Тихое женское счастье. Вот и все. То есть идет забирование детей. Просто уничтожает. Обыватель уничтожает собственного ребенка. Заставляет его по этой программе чистого материального вгоняет. И он по этой программе пошел. То, что он проживет очень мало. То, что он не реализует своего потенциала. Это его не волнует. Главное, чтобы он сыт. Одет. Чтоб все у него было необходимое. Чтоб удовольствие получал от жизни. Понимаете как? Вот. А преступник он как воспитывает? Ну я преступник. Ты будешь преступник. Так же воспитывает любой чиновник. А чиновник любой преступник. Он все они воры. Все воруют. Начиная от самого маленького. Кончая там. Чего воруют не только у нас. Они везде одинаковые. Так что вот так. А для чего же тогда эта сущность? Вот она существует в космосе. Это огромная сила. Я хочу еще одну вещь сказать. Тут вы боитесь, например, всякие разные... Ну там вам сны снятся. Снятся всякие неприятные вещи. Всякие бывают сновидения. Попадаете вы в ситуацию полтергейса, когда там летать начинают. Тарелки биться там, еще что-нибудь. Ой, как страшно. Или в тайге, допустим, ты в лесу идешь, там раз, какая-то тень прошла. Тени там двигаются. Тени ходят на самом деле. Бывает в Венкии, когда я был там, видел мертвых людей. Натурально вот тени людей между деревьями снуют. Это души людей, которые заблудились и ушли. Страшно? Нет. Вот одна венкийская девочка, видишь, они ходят по болоту. Ей так кажется, что это они люди. Она не боится, берет огонь. И с огнем за этими тенями. Тени бегут, она за ним. С огнем, понимаете, тени людей. Я говорю, что ты так бегаешь? Я за самая, как ее звали? Господи, я уже забыл. Имя забыл, это не имеет значения. Короче, ты что делаешь, за ней бегаешь? А, я их не боюсь. То есть, правильное понятие. Вы не должны никого бояться. Потусторонний мир не страшен. Ни мертвецы не страшны. Ни кладбище не опасны. То есть, вы настолько сильны, вы должны осознать, что сила ваша, гигантская, вашу силу сокрушить никто не может. Вспомните еще раз, вспомните еще раз Вия. Вспоминайте Вия. Помните, там сколько прыгало вокруг всяких, всякой-то нечисти из низшего астрала? Это низший астрал населен сущностями, которые тоже живут, которые имеют сознание. Ну и что они могли? Ничего же не могли сделать с ним. Они уже бога подземного Вия притащили. И то этот Вий ничего сделал. Он только единственное, что он мог его просто увидеть. И все. То есть, это как раз о чем говорит. Очень мы сильны. Мы очень сильны. Но такая огромная сила, в то же время, мы даже не знаем своей силы. Мы даже своей силы не знаем. Так вот, я хочу что сказать. Что бы вы ни боялись. Дети очень часто видят астральный план нижний. То есть, дети в детстве начинают видеть. Ребенок начинает трястись со страху. Он же не может объяснить. Всякие сущности перед ним. Ну и было такое, как бы, с вами. С кем это было? Дети маленькие видят часто. Так вот, ребенок пугаться начинает. Надо тут же успокоить ребенка. Сказать, тебе эти ребята не опасны. Ну, я продавил таких детей. Это в Якутии, кстати, видел. Сидит якутенок и рассуждает с кем-то посреди комнаты. Разговаривает, общается. Ну, родители не знают, что это такое проходит. Но не мешает. Не мешает. Тут сразу становится ясно. Разговаривает с кем-то. Домовой им общается напрямую. Он его видит просто. Тот с ним общается. Идет общение. Он его не боится. Домовой. А что его бояться? Он безобидный. Вот так. Значит, поняли? Сущность сильная. Чем сущность занимается здесь у нас на Земле? Вообще в любом материальном плане. Ведь сущность имеет свои зонды на разных планетах. Не только на Земле. Там, где есть жизнь. Любая жизнь. Вторая кислородовая жизнь. Любая. Где обмен веществ. Туда устремляется что? Какой-то зонд этой сущности. Прежде всего сбор информации. Сбор информации и рост нравственности и морали. Это моральный подъем. Мораль – это общение, нравственность, внутреннее содержание. Вот эти вещи сущность выполняет. Для чего? Потому что она имеет разные потенциалы. Сама в себе. И бывает так, что на Земле одна и та же сущность посылает на Землю несколько своих зондов. И вот бывает потешно, когда с одной и той же сущности встречаются два тела. Вот я в одном месте читал, как я, по-моему, уже говорил, как один купец грабится одним пиратом. И вот пирата ограбил Данитки, пират этого купца Данитки ограбил, а купец, но без обиды, без всякой. Он готов ему еще что-нибудь подарить этого пирата. Он его любит, этого пирата. А пират его ограбил, он тоже любит купца. Вот они не могут понять, почему они друг друга знают. Ты меня знаешь? Нет, первый раз вижу. Ты меня тоже, тоже первый раз. Но почему мы друг друга знаем? И кончается тем, что этот купец говорит, слушай, тебе, наверное, надо, ты, наверное, голодный, ты бедный, у тебя ничего нет. Забери ты это все, я богатый, я выживу. Он говорит, слушай, я тебя ограбил, ну, я как-то пройду, а тебе как, там у тебя с торгом, как у тебя? У тебя все концы с концами. Да все, может ты это все заберешь, и вот они торгуются кто кому. А потом выясняется-то, тут для нормального, для эзотерика ясно. С одной что? Сущности два. Сущность изучает мир бандитов одним, да? Одним зондом. А второй зонд работает в мире торговли. И они два встретились. А информация и того, и другого посылается на один центр. Поняли меня, да? Вот отсюда многие вещи, отсюда, кстати, христиане сделали одно заключение. Они знают это христиане. Они говорят так, две половинки одного человека встречаются, муж и жена. То есть сущность две половинки. Но дело вот, чем мы должны одну вещь знать. Не бывает гермафродитов сущности. Есть сущности либо мужской чистоты, вибрации, либо женской чистоты. Либо это женские сущности, либо это мужские сущности. Причем это с самого начала мира. Мужская энергия создает женскую энергию. Даже в Библии там, что создается этот Адам. Сначала что Адам, а потом что клонируется из его ребра Ева. Видите как? И параллельно идут две силы. Женская сила и мужская сила. А они строят мир. Мужчина это ментальный поток энергии. Женщина это астральный. Женщина это что? Это эмоциональный план. Через эмоциональный план женщина постигает мир. Эмоции тоже дают огромную информацию. Мужчина через ментальный план постигает. У мужчины логика, у женщины чувственность. И вот когда чувственность и логика складываются, получается что? Вот он, знаменитый крест. Вот поток вверх, вот горизонталь. Мужчина, подымая свой менталитет, он одновременно подымает и женщину. Потому что она от него никуда, она рядом с ним. Она как бы создает ему условия для духовного роста его. А он для нее. Они как бы вместе идут. Поэтому получается, когда какой-то президент или какой-нибудь сенатор приходит. Или какой-нибудь артист очень такой серьезный. И все говорят, он потому состоялся, что у него жена нормальная. Она ему эти условия создала. Так оно есть. Надо жене прежде поклониться, а потом уже ему. Вот так. Значит, смотрите. У сущностей что происходит? Энерго-обмен. И обмен информационный. Значит, что получается? Женская энергия нужна мужской сущности. Мужская энергия нужна женской сущности. Почему? Мужчина, если будет без женской энергии, он будет диковатый. Он обрастет вот такой вот шерстью. Он будет звероподобный. Грубый до ужаса. Понимаете? Сплошная грубость. Женская энергия создает, что она как бы смягчает эту грубость мужскую. И у нее шерсть покороче чуть-чуть становится. Я так образно говорю. Понимаете? А женщина, если она будет чистая женщина, ничего мужского в ней нет, но она будет просто неприятная. Есть такие женщины, у которых очень мало мужского. Но это такая женщина. Женщина должна быть хоть чуточку мужественной. Где-то она должна быть защитницей своего дома. Не только хранить очага, но и защищать свой дом. Вот половая близость между двумя, что мужчины и женщины, как раз и происходит. Идет энергообмен 10%, информационный обмен 90%. Все, что накопил мужчина за свою жизнь, накопил мужчина за свою жизнь в плане ментальном, он перебрасывает на женщину, на женскую сущность. Все, что накопила женщина в плане астральном, переходит в мужской. Так происходит, что обмен информационный. То есть изучение материального. А теперь вопрос вы можете спросить. А для чего это все? Оказывается, материя создана в высшем плане, но материя развивается по своим законам. Материальных законов не существует. Материя сама эти законы создает. Это саморазвивающаяся система. Понимаете? Она раскручивает свои законы, чтобы эти законы постигать, познавать, чтобы этими законами как-то управлять. Для этого и созданы эти сущности. И эти зонды работают в материальном плане. А что же получается дальше, когда сущность поднимает свой потенциал, именно ментальный потенциал и астральный до очень высокого уровня. И самое главное, что выравниваются все ее потенциалы нравственные и моральные. То есть она поднимается на другой уровень. Она уже строит как звезды. Она уже уходит настолько насильна, что может управлять уже целыми мирами материальными. Практически все звезды управляются в галактиках вот такими сущностями. Это демиург. То есть ваша сила, вот сила любого из вас, и моя также, это сила управления звездой. Поэтому когда говорят звездой, когда говорят, что древние говорили, что если ребенок в гневе бросает игрушку на пол, маленький ребенок, может погаснуть солнце. Не наша, но какая-то где-то звезда погаснет. Понимаете? Это очень большая, это, кстати, написано, по-моему, в инеологии даже есть. Точно у него, там это есть, у Рогушкина. Эта фраза есть. Поняли? Мы очень сильны и очень много знаем. Но наше предназначение какое? Это информация, это постижение окружающего мира, это подъем нравственного уровня до бесконечности и духовного уровня. То есть нравственный и духовный план это одно и то же. Здравствуйте, мораль, отношение ко всему, это очень большой объем качеств, это благородство, это, прежде всего, огромное чувство любви. И масса, масса еще качеств. Других я не буду останавливаться долго и не нужно, может быть, вы это без меня знаете. И вот это главное наше предназначение. Когда нас что, сворачивают на материальный план, заставляют, что есть, чтобы работать, а работать, чтобы есть. И получается, что мы фактически не выполняем своих функций. Мы просто не выполняем. Что происходит? Отсюда, как вот не раскручится, вот вы и есть медики сидите, как не раскручится наша медицина, а что происходит? Больных-то все больше становится. Болезни все больше становятся. То есть идет выключение. Сама сущность, она отстегивает от себя больные части своих что? Сущностей, которые заболели. Заболел, как случилась материализация осознания, да ты не нужен, иди отсюда. И поэтому получается, что люди, не понимая, зайдя вот в этот тупик, не понимая, что с ними происходит, они сами себя уничтожают, выбрав неправильную ориентацию по жизни. Понятно? Я вам что хочу сказать. Не существует ни одной религии. Не вздумайте в какую-то секту какую-то влипнуть. Нет ни одной религии. Помните об этом. Все религии это уловка. Религии это рабство духа. Рабство души человеческой. Заставляет человека в этих вот рамках жить, плясать, детей рожать. И Бог знает что. Что христианство, что ислам, что иудаизм. Это три религии, это фактически можно их просто назвать. Это одна из самых жестких форм сатанизма. Это надо понимать. Кто это не понимает, тот никогда не сможет дальше жить. Я не буду доказывать, как это случилось. Просто мы дальше будем разбирать и поймете. Вся церковная магия это ужасно. Вот сегодня говорили, там какая-то умерла женщина, да? Какая-то святая. Так всю землю съели, даже гроб съели. Плиту поставили верующие на эту плиту, бетонную. Даже плиту съели. Вы понимаете, что происходит? Информация это смерти. Кто эту землю ест, говорит, выздоравливает. На самом деле они все ушли на тот свет. Все эти люди. Потерил, что они показывали, про иродил. Это магия. Кстати, берите рогожки, а там хорошо здесь о христианской магии. Но он ничего не сказал о магии иудейской, о Кабале. Ничего не сказал о магии Магриба. То есть я хочу сказать, что эти мудрецы и магии Магриба, города исламского, центра магического мира ислама, вот там тоже магия родилась. Это уже исламская магия. Это надо все знать. Ну ладно. Все, мы закончили. Повторение. Все понятно? Теперь дальше. Кто такой сатана? Мы в той лекции немножко говорили на эту тему, да? Это тоже сущность. Гигантская сущность. Она не только на Земле существует. Это сущность, которая существует во всей галактике. Даже не в галактике, а во Вселенной. Это очень могущественная сущность. Но одна есть деталь. Эта сущность не питается космической энергией. Сущность, которая не может взять... Это вот помните о Люцифере мир. Поднял бунт против бога Люцифер. Его бог выбросил этот падший ангел. И обрезал ему поток энергии. На самом деле Люцифер это такой, так сказать, это образ. Здесь получается вещь другая. Рождается материя. Сейчас современная физика торсионных полей объясняет. Материя рождается из информации. То есть плотность информационного поля, плотность информации, плотный вакуум. Плотная информация это вакуум, это физический вакуум. Рождается, что плазменные слои. Потом плазма, это как бы осколки. Осколки, будем так говорить, даже не осколки, а проще сказать... Знаете, вот конструктор есть, набор разных частиц. Собирают из конструктора все что угодно. Вот так собираются атомы. Плазма это конструктор разбросанный. Собирается атомарная система, потом молекулярная система, строится вещество. Вещество строится, плотный мир, да? Потом этот плотный мир отживает свой путь, отрабатывает свой путь. Кончается тем, что эволюция его заканчивается. Дальше уже не развивается материя. Все, она остановилась. И начнется свертка. Материя сворачивается снова в информацию. Так погибает что? Вселенная. Она разбежалась, Вселенная, отработала, накопила определенную информацию. Вот работа как раз сущностей, да, как раз нас с вами. Вот, на высший план. А потом это все сбежалось, сбежалось, сбежалось. И обратно превратилось в вакуум физический. Так вот, этот вот сбег, сбег, это как раз работа, так называют, Чернобога. Есть девятиуровневое представление о космосе. У египтян было девять богов. У индусов девять богов главных. У русских девять богов. Когда нам говорят, Бог един, Бог никогда не был един. Он никогда. Ведь понятие Бога, это просто-напросто луч. Девять уровней основных. Девять уровней. Взаимодействие девяти уровней. Да, это все как бы ипостась единого центра, плазменного, через сварага и рода через, если рассматривать, через информационный план. Это род. Я хочу вам что сказать, что все названия богов, что это? Это язык. Это все, это не мистика, это просто форма. Так проще говорить, проще объяснить, понимаете? Когда мы говорим и оперируем названиями богов. Говоришь, свараг, тебя понимают. Что такое свараг, все уже знают. Да, даже физики знают, что такое свараг. Говоришь, самаргал, все знают, что такое свараг. Говоришь, верес, знает какой цвет вибрации. Что это за поток энергии. Говоришь, перун, говорят, да, красный цвет. Да, гравитационный уровень. Ведь все названия, эти образы, они что? Это так проще, проще оперировать, так проще называть. Так вот, я вам хочу что сказать, что чернобог это не дьявол. Вот смотрите, это у нас что? Радуга. Белый цвет, да? Белый и черный. И еще сколько здесь цветов? Семь цветов, да? Получается всего сколько? Семь разных цветов. Белый и черный. Восемь, девять. Девять штук. Так вот, нас так с вами выхолостили, что мы видим либо плохое, либо черное. Либо белое, либо черное. А все остальное не видим. А ведь мир-то ведь не только состоит из белого, а из черного. Мы встречаем людей, которые могут плохо сделать. Тут же они проявляются как хорошие люди. Бывает такое? Бывает. Значит, существуют разные, разные и люди. Мир устроен так, что существуют все уровни. Но почему мы пришли к такому пониманию? Белое и черное. Да потому что нам в голову вбили, мы зомбировали на едином Боге. Белый это единый Бог, сатана это черный, плохой. А все остальное ушло. Говорят, кто других признает, какие-то другие уровни, да? Они все что? Язычники на костер. Так наше сознание загнали в тюрьму, в колодки. Мы видим либо черное, либо белое, а нужно видеть все. Это уже психология. Я немножко отвлекся. Психология. Так вот, Чернобог не сатана. Чернобог создал сатану. Сатана или вот дьявол, как говорят христиане. Это что? Это катализатор наших кармических программ. Он ускоряет наши кармические программы. Он заставляет эти программы очень быстро работать. Скорость огромная. Вот раньше мы можем натворить что-то, наделать. Пройдет эта древность еще, когда его не было, когда земля была от него свободна. Пройдет какое-то время, там жизнь пройдет. А делает всю жизнь, пакостит человек, делает. И ничего, ответа нет. Родится в следующей жизни. Он даже не знает, за что, но он отвечает. Бах, у него болезнь. Бах, у него еще что-то. И начинается он по нему, да? Вот сейчас интересно, Рогожкин написал. Рождаются дети, раком больные. И буквально опухоль разрывает на куски этих детей. Маленькие дети. Он смотрит, как экстрасенс. Прошлое по полю событий. Смотрит прошлые жизни. Это кто? Это министры советские, бывшие. Это начальники главков. Начальники этого КГБ. Начальники лагерей. Вы понимаете, откуда? Вот там они, там они не успели ответить. Здесь рождается ребенок, и вот тут же убирают. Вот там как работает карма. И как раз вот эта сила, она этим и занимается. Поэтому нельзя говорить, что вот эта сила, она такая, что, короче говоря, очень ненужная и плохая на Земле. Она выполняет свои функции. И создана она Чернобогом. Для чего? Чтобы ускорить процесс перехода мира материального в мир информационный. Теперь, что еще вы должны помнить? Что дьявол всегда что просит, требует? Кровью подписываемся. Что ему отдать? Душу. Душу. А душа это что? Это энергия. Вы должны понимать, что современная физика рассчитала нашу энергию. Кажется, наше тело всего занимает, если перевести тело в энергию, всего занимает 5% того, что мы имеем. Вот остальная энергия вся в ауре. 5% занимает тело. Мы ради тела живем. Мы считаем себя телом. Вы понимаете, ужас какой. Ради эти 5%. А 95% мы просто отбрасываем, даже не знаем, что это такое. Нас это не интересует. Хотя уже ауры сейчас снимают на пленку. Их уже показывают. Даже взвесили эту энергию, даже американцы смогли взвесить. Представляете, мертвый человек оказывается легче, чем он живой. Вот что происходит. Так вот, уже наука подошла к такому уровню, что она уже разгадывает души даже самого Бога. А у нас вот такое представление глупое, что вот нет ничего, кроме тела. Человек это тело. И ради тела мы свое тело все насыщаем, одеваем. Тело наше, значит, на машинах катается, на самолетах оно летает. Как будто мы, мы и есть тело. Мы не тело. Тело это скафандр. Это та часть, которая необходима. Такой аппарат, который удерживает душу в себе, который может жить в условиях плотного мира. Тело всегда связано с душой. Как говорил Гермес Тресмегис. Что он говорил? Что вверху, то и внизу. Чем красивее человек внутренне, тем красивее он внешне. Вот если посмотреть на фигурки древних людей, вот даже в Египте, там есть воины, например, очень красивые где-то из фигурки. Там мужчины-то мало женщин показывают, но есть и женщины, там богини есть. Но очень красивые, правильные люди. Необыкновенно красивые. Мужчины один к одному. Они не культуристы. Гипертрофированная у них мускулатура. Но это мускулатура в меру. Это люди золотого сечения. Что женщины, что мужчины. Посмотришь, глаз не оторвешь. Люди не изуродованные внутри. То есть внутреннее состояние. У них целостное и красивое. И вот это тело, оно пришло. Как бы зеркальное отражение внутреннего. Я давно не хожу на пляж. Мне противно там ходить. Очень редко видишь человека красивого. Очень редко. Видишь женщину, как правило, эта женщина уже убитая. Не успеет родиться, она прошла через эту школу неправильное зачатие, неправильное вынашивание, неправильное рождение и неправильное воспитание. Она пришла в этот мир красивым человеком и внутренне красивым. Но и вот эту красоту, всю, что растоптала жизнь. Она уже продает себя. Она там задницы крутит. Извините, пожалуйста, девчонки, я просто грубо сказал. Но она уже торгует собой. Вот так. Мужчина еще реже встречается. Очень редко. Уже вообще мужчину красиво встретить. Это вообще, я не знаю как. Я как-то искал. Мне нужно было хорошего натурщика найти. Я обошел все клубы по культуризму и не нашел. Я случайно нашел хорошего парня, нормального, на грибном канале. Не на канале, а вот как называется, это вот самая наша вот курья. Там парень был настоящий. Но я искал полгода, чтобы увидеть настоящего, красивого парня. Кстати, он уже заканчивал, он уезжал. Когда мы с ним побеседовали, поговорили, он оказался еще и человеком прекрасным. То есть, я не ошибся. Этот парень сохранил еще и душу. Как видите, вот что происходит. Ладно, дальше пойдемте. Откуда, почему такое название? Сет или Сатана? Вот Сет, Сатана это одно и то же. Это из Египта вышло. Египетский бог Сет, брат великого Осириса. Вот, и Езиды, это родной брат, он убивает Осириса. Вот, и на земле наступает время, в общем, разрушения. Так вот, правда, там есть миф о победе гора сына Осириса над Сетом. Вот, и это уже как пророчество идет. Поэтому египтяне терпеть, вернее, не египтяне, а евреи терпеть не могут. Фамилия Сидоров, моя фамилия. Сидоров сейчас вы не найдете. Они после революции буквально все вымерли. Очень мало людей. Дар и Зиды, правильно переводится, египетская фамилия. А Дар и Зиды кто? Гор. А Гор победитель Сета. Поэтому, я пример просто вам привел. Везде, везде, во всем эти люди, вот эти, сейчас они будем говорить, они видят что? Они видят мистическое какое-то предназначение. Они видят магию. Они видят символы определенные. Поэтому, знаете, к этому сейчас мы и придем. Так. А сейчас мы должны немножко отвлекаться с вами. Чуть в историю идти. Иначе мы просто не сможем понять, что произошло. Я хочу вам немножко рассказать историю, настоящую историю. То, что было на самом деле. Вот смотрите, нам говорят, эволюция. От обезьяны человек развился, бабах, значит, и вдруг возникла цивилизация. Где? В Месопотамии, раз, в Шумере, потом на севере, в Аркадии, то есть современная, или Анатолий еще называют, современная Турция. И, конечно же, Древний Египет, Китай, Индия. Ну, на первом месте, конечно, Месопотамия, это Шумеры, Шумерийское государство и Египет. Но, оказывается, вот какая здесь деталь. Пришли, пришли, это цивилизации две, вот эти, Египетская и Месопотамская, они сразу из ниоткуда пришли. Просто из ниоткуда. Мощная, мощнейшая цивилизация, которая до сих пор, то, что она творила, до сих пор непостижима для нашей цивилизации. Я могу кучу примеров привести. Вот, например, в Египте находятся сосуды, да, из диорита. Твердейшая порода горная, глубинная, интрузивная. Или находят из габра, или находят сосуды, например, из плагиоклаза. Это вообще очень твердые горные породы. Или базальты. Но этот сосуд, толщина сосуда вот в лист бумаги, вот такая толщина, из камня точеный, пустой. А вот такие вот горлышки, как он сделан? Полированный, идеальный. А нам говорят, они не знали, египтяне не знали, что станка. Но чтобы вырезать это, да, современная техника не может. А эти сосуды, их тысячами находят в Египте. Их тысячами находят. Вот стоит этот плато Гиза, да, там сфинкс 72 метра длиной и с пятиэтажным высотой. Здоровенный сфинкс. Говорят, что из скалы целиком, якобы из скала. Посмотрели через геофизики, простучали этот сфинкс. Оказывается, это не скала, это камень, который принесён на место поставленный. 72 метра глыба, 5 метров высотой. Это гигантский камень из, не песчаник, а этот, типа мрамора, известняк. Его откуда-то достали, принесли, положили и вырубили этого сфинкса. Как? Ну а вот, например, сама пирамида, там есть большая пирамида. Такое пространство, где вложены плиты каменные, 200 тонн. Как раз она, эти ряды 200 тонн глыб, они закрывают доступ к саркофабу, который находится внутри, в самом внутри, в центре этой пирамиды. Все диагонали сходятся в саркофаб. И, оказывается, современная наша промышленность, способна передвинуть глыбу 200 тонн, может передвинуть. Два крана существует на земле, которые могут эти 200 тонн поднять и поставить на место куда-то. Там 10 метров могут поднять, 10 метров, все. Потом кран передвигается, снова работы идут, снова 10 метров, на высоте 2 метров. Ну а там 50 метров подъем-то, эти глыбы. Причем каждая глыба вложена в свое, в свою ячейку вложена. Как? Глыбы доставляли за 600 километров некоторые. На чем? Дороги нет. Вы понимаете? Наши ученые ломают голову, а как это было сделано? Может быть, это насыпи были такие, да? Ну хорошо, каменная ломня, насыпи, можно как-то на катках тащить. Но ведь чтобы эта насыпь сама по себе не провалилась, оказывается, надо ее делать тоже из камня. Ну а куда эти насыпи делись? То есть построить эти насыпи, да, наклонные на пирамиду, чтобы ее строить, нужно сначала... Это дороже, чем сама пирамида. То есть это никакие рамки не лезет. Но эгиптологи, все говорят, строил фараон Ху-Ху. Хотя там ничего о нем не сказано в этой пирамиде. В пирамиде ни одной надписи, ничего нет, абсолютно ничего. Стоит саркофаг и все. Кстати, там насчет саркофага. Он был высверлен сверлами. Каждое сверло, посчитали по рискам, сверлило гранит быстрее, чем наши современные алмазные сверла в 500 раз. В 500 раз быстрее! Вы представляете, как масло резался этот гранит? Это тысячи лет назад. Кто это делал? Я там не буду говорить такие вещи, что масса пирамиды, да, вот, умножимая на 10 какой-то там степени, я не хочу даже вспоминать, сколько там, там очень много нулей, получается масса звезды Алнитек, нижней звезды со звездой Ориона. Откуда пришли наши предки на Землю? Кстати, вы знаете, что это и есть стажар. Это гигантское Солнце, откуда миллионы лет назад предки арийской расы пришли на Землю сюда, через пространство космоса. Вторая пирамида, вторая так называемая пирамида Хафра, умножается на эту же самую цифру масса второй звезды со звезды Ориона. Третья пирамида на эту же самую цифру умножается масса третьей звезды. Как это объяснить? Тем более пирамиды стоят точно со звезды Ориона, а Анил идет, да, как Млечный Путь. Один к одному, даже в полградуса нет ошибки. Как это объяснить? Там много, я не буду говорить про эти пирамиды, просто я для чего вам это говорю, ребята. Сейчас уже доказали, что эрозия сфинкса, эрозия пирамид проходила не от ветра и не от песка. Сфинкс разрушался, и пирамиды разрушались от воды. Водная эрозия. Оказывается, 15 тысяч лет назад глили дожди в Египте. А в Египте, а нам говорят, египетская цивилизация всего 3 тысячи лет. 15 тысяч лет назад Гиза стояла уже. Стоял сфинкс, стояли пирамиды. Кто их строил? И вот ученые стали заниматься этим делом. Вот Бьювал, Хэнкок, американцы очень хорошо этим занялись, да? Вот. Коурман, один немец, занимался этим делом. И еще там 5-6 человек. Они стали заниматься, почему-то понять, кто. Это ведь невозможно. Современная вот техника не позволяет. Еще много загадок в Америке. Стоит Тианако на берегу озера Титикака. В Андерстое, в Боливии. Тианако стоит на высоте 4,5 тысячи метров над Ирнуровым океаном. Озеро поднялось. Но когда-то озеро было рядом, и город стоял на острове. Эти самые наши историки доказывают, что город Тианако был построен 700 лет до нашей эры. Геологи рассчитали, когда это плато поднялось и когда озеро поднялось. А там стоит порт, порт, и кругом морские ракушки, морские водоросли до сих пор окаменелые. Так вот, оказалось, 100 миллионов лет назад вот это озеро поднялось на высоту 4,5 тысячи метров. 100 миллионов лет назад город Тианако был построен. Из таких же гигантских каменных глыб. Глыб к черту, а теорию Дарвина. Это чушь теория Дарвина. Понимаете, что происходит? Вот эти знания вам не дают. От вас все скрывают. Но интересно, что геологи, геологи говорят, а историки упорно требуют, говорят, настаивают на своем. 700 лет. Кто построил? Как? Они отмалчиваются. Ведь Тианако построен удивительно. Там даже огромная пирамида стоит. А пирамида была внутри. Циркулировала в ней вода. Сейчас оказывается, что это была обогатительная фабрика для промывки руд. Кто строил опять? Непонятно, говорят белые боги, бородатые и веракочи. Но когда это было, если 100 миллионов лет? Это ужас. Такое время. Когда? Это был, сейчас скажу, это был юрский период. Нет, середина милового периода была. Вот так. Потому что 70 миллионов лет назад, это как раз уже гибель была динозавра. 100 миллионов лет. Это середина милового периода. Вот так. Я не буду говорить про эти находки. Находки находят людей, достают из-под земли, с глубин, огромных глубин. Компьютеры достают. Различные предметы людей достают. Кости достают. Но это нам придумали сказку, что от обезьяны, да, и человек медленно-медленно эволюционировал. Вот и стал тем, что мы вот есть. На самом деле это все красивая сказка. Люди пришли из космоса, это уже понятно. Понятно масонам, понятно нашим правителям, понятно ученым, даже антодоксальным, которые знают, что, но им, у них задача, чтобы эти знания до вас не доходили. Тупая, дикая толпа обывателей их больше устраивает. Если люди будут много знать, то это очень плохо. Во-первых, долго жить будут, раз, начнут жить по-нормальному. Свою жизнь нормально устроят. Это тоже плохо. Будут стремиться к знаниям. Вместо того, чтобы стремиться к деньгам и вещам. Это уже тоже плохо. А почему? Потому что мы снова приходим к чему? Мы приходим к понятию сета или сатаны. Вот об этом сейчас еще раз. Вот смотрите. Сейчас доказано, что, уже серьезно доказано, что пирамиды, дизы, мы про Теонако говорить не будем, про Теотихуакан говорить не будем, про американские города. Там тоже самое. Это отдельная большая тема, когда они отдельно. Так вот я говорю про Гизу. Пирамиды в Гизе и вот этот самый вот Сфинск были построены 15 тысяч лет, примерно до нашей эры. Они были сделаны странной расой. В Египте остались воспоминания об этом. И самое интересное, что найдены скелеты этих людей. Они были 2,5 метра ростом, эти люди. Почти под 3. Вот их мощные кости найдены, этих людей. Их называют египтяне Шемсугор. Это люди гора. Или боги, пришедшие на землю, которые построили пирамиды и построили сфинкса. Вопрос, зачем? Зачем такую пирамиду строить, столько тратить силы, столько энергии? Ради чего, спрашивается? Знаете, я вам отвечу на этот вопрос. Здесь, если вам интересно. Интересно или нет? Будете слушать, для чего пирамиды были построены? Я скажу вам, для чего. Чем больше пирамида, тем больше она аккумулирует энергию космоса. Чем больше пирамида, тем больше в нее втекает плазменных полей. И полей информационных. Она как бы является генератором. А когда все абсурдомеридианы сходятся в саркофаге, в саркофаг приходит человек, ложится, он напрямую входит в контакт с высшим планом. Со всеми уровнями космических сил. Это для того, чтобы пройти высшую инициацию. Получить силу великого мага. Где ментально можно строить все, что угодно. Получая из плазмы, или даже получая из информации, любое-любое вещество. Какое вам надо. Отсюда скатерть самобранка. Помните русские сказки. Отсюда любое волшебство. Вот оказывается, пирамиды везде. Даже на Марсе стоят. Пирамиды в Китае. Пирамиды стоят в Египте. Пирамиды огромные стоят в Мексике. Пирамиды стоят... Эти же пирамиды стоят в Перу. Гигантская пирамида, которая упиралась в облака, это белгорючий аллатрикамень, стоял в Гипербореи, нашей древней прародины, на сей подполярной звездой. Эта пирамида памяти не осталась. Берете магию нашу, читая обелгорючий аллатрикамни. Что это? Пирамида. Огромная, гигантская, ступенчатая пирамида. Пирамида стояла в Атлантиде. Кстати, об Атлантиде. Атлантиду нашли. Давно ее нашли. Ее нашли лет 15 назад. Но та группа, которая нашла Атлантиду, она получила немного, немало 700 миллионов подкуп. Вот и дали деньги. И они замолчали про Атлантиду. Все закрыто. Закрытая тема. Две пирамиды гигантские, стеклянные, типа стекла. Очевидно, так же сделаны, как и в Египте. Но каждая пирамида больше египетских в три раза. На дне океана Атлантического. Можете почитать. Любую сейчас публикацию оберете про Атлантику и про атлантологов. Там эти пирамиды найдены. Только говорят, то ли это самые Атлантические пирамиды, то ли еще. Ну, короче, дуру гонят. Но это все, у меня есть документы, я не буду сейчас говорить, я вам когда-нибудь покажу. Приеду, вы все это увидите. Кому это интересно? Интересно вам это увидеть про Атлантиду все? Значит, вы все это увидите летом. Я приеду, вам положу эти документы, вот смотрите сами. Буду молчать, и будете смотреть. Все это есть. Опубликовано, напечатано, но все это скрывается официальной наукой. Вам до сих пор промывают мозги. Вы спрашиваете, а почему? Объясню. Именно все связано с сатаной. Именно с дьяволом. Отсюда все идет. Беда вот здесь. Теперь не устали? Терпите еще меня. Терпите. Сегодня много, раз вы не ходили, значит будете терпеть. Значит, давайте так сами разбирать. Я не буду про чудеса пирамид рассказывать. Это долго и не нужно совершенно. Здесь у нас что? Только можно вспомнить, что Наполеон, когда залез в саркофаг, он чуть с ума не сошел. Его оттуда выносили. Потому что он был не готов, психика просто не приняла. Ну, представьте себе, такие внутри его здесь процессы, когда перед ним возникли космические образы, иерархии космической. А он там против них был кто? Мелкая сошка, гном какой-то, абсолютно бездуховный, масон. Короче, у него психика чуть не съехала. Это вы можете найти и почитать все о Наполеоне. Вот так. Понятно, для чего пирамиды были сделаны? И последняя пирамида. Пирамида сейчас больше египетской намного, где-то метров на 30 она крупнее, здоровее, мощнее. Так же устроено все тоже. Найдено под Калугой у нас. Пирамида каменная, она построена нашим народом, русским народом. Пирамида стоит. Ее сейчас нашли, прошлый год нашли. Были публикации, по телевизору говорили, сейчас будут раскопки, снимают, у меня очень толстый слой, что земли. Вот вам, пожалуйста, еще одна пирамида. Очевидно, копия белогорючего камня. Ну ладно, о пирамидах закончили. Теперь вернемся к Шем-Су-Гор. Кто такие Шем-Су-Гор? Вы должны знать. Кто такие те, кто строил эти пирамиды? Для чего они строили их? Понятно, для чего. Для инициации. Для того, чтобы поднять человека, высокодуховного, сильного, до уровня Бога. Сделать из него часть вот этого высшего божества. То есть силовой потенциал ему как бы подарить в этой пирамиде. Но для этого нужно готовить человека к этому. Очевидно, готовили. Специально готовили. Потом эта инициация проходила. И человек выходил сверхчеловеком. Очевидно, это было для подготовки жрецов. Шем-Су-Гор сделали эти пирамиды, чтобы самим удалиться из Египта. Уйти из Египта и оставить эти пирамиды для египетских жрецов, дабы эти жрецы должны выйти на космический уровень и управлять правильной Египтом. Теперь вопрос интересный. Оказывается, везде написано в литературе такой популярной, что Египет был построен Атлантами. Якобы Атланты побывали здесь, построили эти пирамиды. Да, не отрицается, что это все Атланты сделали. Да, Атланты. Но когда стали рассматривать, куда же ушли Шем-Су-Гор, они не ушли на Запад. Вместо того, чтобы уйти, они 9500 лет до нашей эры, они покинули Египет и ушли в Месопотамию. Они подняли на территорию Месопотамию новую цивилизацию. То есть они ушли туда, откуда пришли на территорию Средиземного моря Арии. Арийские народы из Ариана. Значит, кто сделал эти пирамиды? Кто строил Сфинксы? И зачем? Ну, со Сфинксом отдельная тема. Я не буду на ней останавливаться, просто скажу вам одну вещь. Что Сфинкс – это символ созвездия Льва. Это много тысяч лет назад. Вместо Земля наше Солнце проходило созвездие Льва. Поэтому Львов 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 построен. Как бы показать всем нам, когда были построены эти пирамиды. Как раз созвездия Льва 15 тысяч лет назад и было. Теперь вот какая интересная деталь. Что под пирамидами и под плато Гиза на глубине 300 метров находится огромный зал. Зал знаний. Огромный гигантский зал, куда заложены были Шемсугор, оставив свои знания, огромные знания о древней цивилизации для будущих поколений. И зашифровали они это в книге мёртвых. Там полностью есть, когда её расшифровали, книгу мёртвых, там точно указание, где вход в зал, как пройти. Но интересная деталь. Кто только пытается туда сунуться, он тут же умирает. То есть смерть выкрашивает всех, кто пытается найти этот зал под пирамидами, зал знаний. Когда геофизики простучали, в плато Гиза оказалось 9 полостей. 9 полостей на глубине всего 5 метров. Но это не те залы. Это как-то вспомогательные залы есть. А глубина огромная. Так вот, Шемсугор ушли куда? Из Египта. Дав эти пирамиды для инициации жрецов египетские, они сами ушли на территорию Месопотамии. И там создали цивилизацию на востоке современной Турции, при горьях Кавказа. Вот там возникла новая мощная цивилизация. В Библии она называется Сад Эдема. Об этом Саде Эдема пойдет у нас отдельная речь. Сад Эдема. Где кто родился? Адам. Где родилась Ева. Это в Библии. Теперь давайте рассматривать еще самое это все. А помните Платона? Помните, Платон описывает Великую Атлантиду, ее борьбу с профинянами. В Великую войну, когда Атлантид бросили флот 1200 кораблей на завоевание мира. И когда миллионная армия Атлантиды высадилась на территории Африки. И оказывается, что он, Платон, получил знания интересные. Как не говоря, что Египет был построен, была колония Атлантиды. Но ведь Египет выступал вместе с профинянами против Атлантиды. Египет был союзником. На границе Египта была разгромана гигантская армия Атлантов. Выходит, кто строил Египет? Если профиняне были гипербореи, наши сами предки. Наши прадеды, прапрадеды. А? Кто строил? Кто были эти шем-сугу? Понятно, да? Это могут оказаться ваши прапрадеды. Ваша кровь. И моя тоже. Это гиперборейская цивилизация. Вот эти две цивилизации боролись за право управления планетой. Атлантам нужно было уничтожить планету, подчинить ее. Гипербореи сражались за свободу. И они победили. Об этом написано у Платона. Берите, читайте. Только Платон называет не гипербореей, он говорит про афиняне. Так говорили египетские жрецы Салону. Это все есть. Берите, читайте, думайте своими головами. Так вот, оказывается, что Египет был построен нашей цивилизацией гиперборейской. Это были наши союзники. И пирамиды были построены нашими инженерами когда-то. Теперь слушайте дальше. Интересная вещь. Тем подошли вплотную к созданию эгрегора сатанинского. Вот начали мы с сатанинского эгрегора, то есть с силой вот этой вот, которая ускоряет наши керамические процессы, вот, отвлеклись на историю, на историю, а теперь снова вернулись. Это что вам было понятно. Так вот, когда Шемсугор 9 тысяч лет назад ушли из Египта, то как раз началась война между Атлантидой и Гипербореей. Они ушли от войны. После этого они покинули территорию Месопотамии и юга из-за Кавкази и удалились невестно куда. Скорее всего ушли к себе дальше на север, куда, откуда они пришли. Так вот, сад Эдема, описанный в Библии, в нем рождается, так называемый, Адам и Ева. Ведь нам, говорят христиане, нам внушают яговисты, сектанты, что Адам и Ева явились первыми людьми. Это 6 тысяч лет до нашей эры по Библии был создан Адам из глины, а из его ребра, очевидно, клонированием, была сделана Ева. Вот тут и начинается самое интересное. А кто это сделал? Там упоминание есть, что змей какой-то, он эту Еву, так сказать, соблазнил, съест яблоко познания, она съела и познала добро и зло. Вот, и из-за этой беды, что тут плохого, добро и зло? Странно. Почему-то странно этот бог, Иогов или Яхви, иудейский бог, выгоняет этих самых Адама и Ева, вышвыривает из сада Эдема, значит, на землю. Вот, и там заявляют, что теперь будешь в муках рожать за это дело, что ты вот соблазнила Адама. Она же еще познала не только добро и зло, она познала еще сексуальную близость, а этого нельзя было делать. А почему нельзя? Странно и интересно, да? Когда идет через сексуальную близость обмен между сущностями, информационный обмен, как можно это сделать? Вы понимаете, что происходит? Какой это бог? Бог ли это был вообще? Вот вопрос в чем. Я вам больше хочу сказать, маленько отвлеклюсь, ребята. Как вы думаете, что своей программой на земле проводить сущность, вот эта темная черная сущность Сета или Сатаны, она нуждалась, нуждается или нуждалась она так в то время, ну, в своих слугах, проводниках. То есть, не в людях, а в тех, кто имеет тело. Вот все наши сущности, у негров, у индейцев, у белых, все они работают на созидании. Понятно? Вот вы здесь вот сидите, все на созидании. Сущности не нравится вот этот человек, да, она его отсекает, и он от рака умирает. Все, он не нужен, энергия не поддается ему. Поняли, почему от рака умирает? Вам пока еще непонятно, вы еще не пробовали это делать, но я это уже прошу, знаю. От рака умирает те, кто уже закончил свой эволюционный путь. Он больше не развивается, он не эволюционирует, он не интересен сущности. Инсульт, инфаркт, рак. Вот три этих силы, которые убирают эту сущность. Ну, может быть, терпич с голдогола, может быть, нож, может еще что-то. Это может быть, понимаете, просто так вот идет. А как вы думаете, нужна была вот, нужен был проводник его идей в материальном плане, когда был создан этот игре. А как вы думаете, нужно или нет? Как ему влиять на нас с вами? Как? Если он только полевая сущность. Значит, ему нужно было иметь людей, которые бы четко выполняли его команды, выполняли все, что он скажет здесь, на земле. То есть ему нужны эти отростки, щупальца, да, которые все делают на земле так, как он хочет. Прежде всего, разрушать землю. Так вот, Адам и Ева в этом самом саду, вот это как раз не наши предки, ребят. Не предки там негров и не предки там этих индейцев. Я вам это могу легко доказать. Вы это можете сами себе доказать. Берите Библию, найдите там место и прочтите. Там черным по белому. Ведь вам же мозги-то вправляют кто? Попы вправляют и раввины илудейские. А на самом деле там все по-другому написано. Ведь создался вот этот, был создан этой вот силой, этой вот силой, вот этот темный Адам и Ева из его ребра. В этом самом саде Эдема, вот, который находится на Ефрате. Как раз на востоке Анатолии и на востоке Турции современной. Так вот, у Адама было две жены. Там упоминание о второй жене, о нормальной жене. Откуда эта женщина взялась, если людей было только всего, что Адам и Ева. А там упоминание прямое, что была еще одна жена Ева, это особенная была. Она была создана из Адама. Такая же, как и он сам. А вторая-то жена была нормальная. Когда происходит убийство, Каин убивает Каин, естественно, кто? Сын Адама, Авель тоже сын Адама. Два брата. Брат убивает брата Авеля. Каин, значит, был издан Адамом в изгнание. И он уходит в изгнание и умоляет Бога, чтобы Бог его как бы берег. Чтобы его люди не убили. А если, допустим, людей-то было всего четыре человека, Каин, Авель, Адама, Ева, какие же там еще люди-то могут убить? Вот. Какие люди могут убить? Понимаете, что происходит? Поняли или нет? Что на земле, прочтите Библию, на земле люди были. И в Библии это хорошо показано. Дальше. Каин уходит один, откуда у него появляются две жены. Потом третья жена появляется у Каина. И куча детей у него рождается. Откуда? Значит, что? Люди на земле уже были, а это создавались искусственные люди. Я вам говорю поэтапно. Создание искусственных людей, которые стали выполнять функции этого эгрегора. Это была первая, ребята, первая была ступень. Первая ступень создания так называемого еврейского племени. Что отличает... Вы не подумали, что я антисемит. У меня самый лучший друг еврей, кстати. Вот его он знает. Я вам хочу что сказать, что среди них есть тоже люди. Но мало. Как Поршнев говорит, если среди нашего населения, вот арийского населения, 10% несокрушимой психики, очень серьезные люди, потомки жречества, очень мощные, которых нельзя никак не зомбировать, ничего с ними сделать нельзя, то у евреев всего, может быть, пол, одна сотая процента, но они есть. Вот такие тоже есть среди них, которых тоже ничто не берет, никакая сила. У них очень мало, им очень тяжело, им очень плохо, потому что они одиноки. А и мы к ним относимся как разрушители, да? И получается, что из своих не воспринимают. Вот я читал, знаете, такого спасли на Украине, интересно там, у этого Ушифариевича есть книга, интересная есть, значит, загадка еврейства, трехтысячелетняя загадка еврейства, книга Ушифариевича, нашего математика, академика, книга написана, и он там приводит пример, сказал, что один раввин на Украине решил живьем сварить одного отступника, вот такого, очевидно, еврея, настоящего, да? То есть хорошего человека, его живьем сварить в кипятке. Но для этого, за то, что он отошел от иудаизма, перестал выполнять талмудическое предписание, да? И получилось так, что евреи стали покупать, а у них деньги же у всех, и сейчас у них все деньги, планеты все у них, в ихних кланах, стали покупать чиновников на Украине. А украинские чиновники там, где-то в этом самом, как они говорят, в центре Украины, Господи, Полтава, Полтавская губерния, они отказались брать деньги, этого раввина посадили в тюрьму и всех его приспешников. И евреи пришли в ужас. Деньги не работают. Они не могут купить. Они нас покупают, понимаете? Без бесконечного взятки, подкуп идет. Деньги не работают. Так что, как видите, есть среди них тоже люди. Я не хочу сказать, что все евреи разрушители. Но, ребята, я вам так скажу, что вот эта раса, надо сказать, что это раса, даже не раса, это скорее секта. Она была создана, но потом она стала расой, вот таким образом. Теперь я покажу, кто создавал. Вам, наверное, интересно, а кто же вмешался в это дело? Интересная деталь. Когда начались раскопки на территории древнего Эдема, там читал Хуюк, еще несколько городов древнейших, которым под 9-10 тысяч лет до нашей эры, начали откапывать статуэтки странных сущностей. И вот тут-то многое стало понятно. Сейчас я вам покажу. Где это? Там, по-моему, вот. Вот, смотрите, тут случайно, я просто случайно был, я давно узнал, вот, что это за сущность? Что это за статуэтка? Вот, видите? Голова, видите, как сделана? Это ящер, это ящерица, или змея, но форма человека. Причем интересно, смотрите, как здорово, кого напоминает. Если бы ноги были, это были бы длинные-длинные ноги из ушей. Как сейчас нам пропагандируют, да, на подиуме, длинные ноги, высокие, плечи шелки, копия подиума. Когда у меня эти статуэтки появились в руках, я поразился, что я это все видел. На подиуме ходят такие наши девицы, которые рожать не могут. Вы же знаете, что некоторые даже умирают от истощения. Придурочные девицы, которые хранят, так сказать, эту форму. Ведь кому-то надо, кому-то надо вот эти параметры, не параметры, не размеры сечения, золотого сечения. Вот вы здесь сидите, ну, русские, вот сидит золотое сечение, вот сидит золотое сечение, и там все... Вы все золотого сечения, вы все правильные. Всеми можно любоваться. Ну, а такой, таким можно любоваться? Два метра роста, вот такие плечи, вот такая попка. Это что, женщина, что ли? Она даже рожать не может. Но кто-то ведь это толкает. Подумайте сами. Кто? Так вот, эти статуэтки найдены на территории, так называемого, сада Эдема. И в Библии сказано, что какой-то змей, что там змей, да? Соблазнил Еву. То есть, есть прямое указание на то, что эти люди были искусственно созданы не нашим разумом, не земным разумом. Это пришлось из космоса. Это эти твари, которые и сейчас приходят к нам в своих модулях. Это цивилизация, которую пишет Шимшук, например, да? Шимшук пишет. У него многое есть. Во всех наших мифах, во всех наших преданиях, легендах, везде борьба со змеями идет. В змееборсов масса. Тот же Добрий Никитич, тот же Рустан, понимаете? И масса других. Тот же Геракл с Гидрой сражался. То есть масса змееборсов. Откуда-то эти вот твари появлялись на Земле периодически. Причем они не просто твари, они же еще имели огромный интеллект. Это же космические создания. Так вот, здесь невольно возникает связь, что эти вот самые Шимсугор покинули за Кавкази, уйдя на север, создав цивилизацию. На это место пришли вот эти. И они как раз, да, создали вот искусственный народ с измененной генетической системой. Гены и другие. Но иудаизма как такового тогда не было. Еще не было. Но этот народ начал потихонечку, потихонечку, что жить. Были созданы условия такие, что этот народ оказывается на границах с Египтом. Это все есть в Торе, в Библии. Кстати, насчет Торы. Как бы вам это все объяснить? Ведь Тора от слова торить, от слова дорога. Ведь даже само Тора это не еврейское название. Это наше. Это индоевропейское. Или не славянское название. Или русское название. Вы должны есть еще одну вещь понять. Можете мне верить, можете нет. Я вам такую вещь скажу, что не было языков. Вот в то время, 9000 лет назад, не было никаких языков. Кроме одного. Был единый язык на планете. Этот язык был очень близок к нашему современному русскому языку. Это был типа древнерусского языка. Очень богатый, мощный язык. На нем говорили все народы. И Атлантида на нем говорила. Поэтому Тора и называется до сих пор на русском языке. Так вот, в Торе это хорошо написано. Потом они приходят, эти самые предки евреев в Египет. И в Египте они начинают жить. Их лидер Иосиф становится советником самого фараона. От Иосифа идет племя египетское, так называемое левиты. Это их аристократия. Это потомки самого Иосифа и его жены, дочери фараона. И вот наступает время 1500 лет до нашей эры. Время ужасное, время страшное. 1500 лет до нашей эры. Когда Санторин Стронгили, вулкан на острове Санторин взрывается. И пепел обрушивается на Египет. И погибает Книнойская и Критская цивилизация. В этот момент эти народы, 10 племен якобы израилевых, собранные в Египте, которые размножились, нашли там пристанище, которые создали там свою собственную культуру, они покидают Египет. Они покидают Египет и выходят в Синайскую кустыню под водительством самого Моисея. Это второй этап уже создания религии. Создания самой религии. Вы помните, что сказал Иисус фарисеям? Он им что сказал? Сатана ваш Бог. Дословно. Сатана ваш Бог. Не верите? Можете посмотреть в Библию. То есть Ягова, Яхве, это Сатана. Один раз в году первосвященник называет истинное имя Бога. Не Ягова его звать. Его не звать тетрагоматом, как они некоторые говорят, это в Кабале. Его называют Сат. Интересная деталь. Смотрите, я хочу вам немножко чуточку показать, что в Египте это происходило. Вот жрецы Гелиополя, жрецы Бога Ра, Бога Солнца, Бога Света, Бога Созидателя и жрецы Бога Омона, Бога Фив, Фива это южная столица, вечно находились в вечной борьбе. Оказывается, что Омон это скрытое, зашифрованное имя Сет. Это Сатана. До сих пор, когда мы в церкви слышим какие-то молитвы, чем заканчивается молитва, призывом каким, а? Амин, Омон, имя Сатаны. Страшно нам, да? Жутко становится, что я вам рассказываю. Я вам говорю истину. Да, христианство это сатанизм настоящий. А сатанизм чем страшен? Он страшен тем, что его нетрудно увидеть, распознать трудно. Мы только чувствуем влияние. И попробую объяснить, что это такое. Ой, тяжело мне, потому что вы все зомбированные, вам так трудно сейчас вот эти ваши коды ломать. Ну, попробую. Так вот, естественно, Моисей был очень быстро убран. Его убили. Моисей родился, он не был евреем, он был египтянином, и жрец из Гелиополя. У него была жена, даже была не еврейка, а была у него жена эфиропка. Она была черная. Естественно, евреи не могли этого простить Моисею. И 12 жрецов Омона присоединились к евреям. И они стали, эти жрецы Омона, управлять десятью коленами Израилем. Знаете, если строить памятник, например, людям, которые боролись с сионизмом, первым надо ставить памятник евреям самим. Потому что не все евреи, даже будучи генетически уже угробленными, потому что Адам-то с Евой, они уже генетически были другие, они все равно на своем уровне, на своем сознании понимали, куда их толкают. Они изо всей силы упирались, не хотели принимать культ Бога Ягова, культ Бога Ягви. Они понимали, что это культ как раз сатаны, культ тьмы, культ разрушителя, богоразрушения. И их живьем сжигали в печах, выкопанных в Синайской пустыне, в каменных печах, засыпали с этим Сахсаулом, кустарником сухим, бросали на медленном огне, сжигали этих людей. Это было по приказу египетских жребцов ОМОНа сделано. Вот так прошла вторая генетическая очистка в этом народе. И был создан иудаизм, так называемый. Иудаизм то, что мы сейчас имеем. Смотрите, я не буду рассказывать про иудаизм, что это такое. Вы можете найти, взять Истархова, почитать Истархова. Вы можете взять Тору, почитать Тору. Вы можете взять Талмуд, который бывает, что кое-что из Талмуда печатается. Более страшной религии ничего нет на белом свете. То есть это ненависть. Это чудовищная ненависть ко всем народам планеты. Ко всем народам. Все народы планеты плохие. Они хорошие. Вы думаете, смотрите, неужели вы думаете, что евреи настолько хорошие, что их все вот... Ну почему вопрос, почему нет антиепонизма, например? Ну почему нет анти... это самое... немизма, анти... как там... американизма? Ну нет же, такого. Антирусизма тоже нет. Но почему существует антисемитизм? Даже против негров никто не выступает. Вот посмотрите, за это время, за это время случилась беда. Все финансы планеты, кстати, ими были созданы деньги, все финансы планеты оказались в руках 300 еврейских банкиров. Их всего 300. Их можно по пальцам пересчитать. Все деньги планеты. Только один Ротшильд, его клан имеет немного, немало, почти половина финансов планеты. Он заработал эти деньги? Нет. Как происходит современное печатание доллара? Они получили право печатать доллар сами. Вот вы работаете, деньги зарабатываете, а Ротшильд дал команду, там станок печатает доллары. Как вы думаете, если вам дать станок, вы будете богаты? Если у тебя будет станок, ты не будешь богат, что ли? Ты скажешь, мне там миллион долларов сегодня напечатать, нормально будет, тебе напечатают 100 миллионов. Доллары, ребята, вы же знаете, что пустые деньги. Ничем они не обеспечены. Это пустая бумага. Это обман всей планеты. идет. Я не буду рассказывать про все эти дела. Это очень долго и нудно. Это надо читать массу книг. Это надо знать Тору. Я не буду цитировать все, потому что очень много надо цитировать. Это очень серьезная тема. Я просто хочу о другом сказать, что вот этот эгрегор, темный эгрегор, получил своих слуг на земле. Он вот таким образом их создал. Дальше получилось просто. идет эгрегор. За ним идет инопланетный мощный разум этих друзей. Сейчас это уже давно всем известно. Только вы этого не знаете. Все правители земли это знают хорошо. Они с ними общаются. Дальше идет потомки египетского жречества ОМОНа. И только потом идут финансовые мешки. только потом. Вы знаете что вы думаете что деньги управляет миром? Магия управляет миром. Не деньги. Магия управляет миром. Только магия. Так вот черная магия мощная черная магия ей владеют потомки египетских жрецов. Те которые вывели евреев из Египта. Но они тоже несчастные и тоже они находятся под управлением уже вот этих вот тварей. Эти сильнее. сильнее. Скорее всего эти потомки они просто зомбированы. Зомбированные потомки. А потом уже идет потом уже на высший это дальше идет. Очевидно уже вот эти они подчиняются уже эгрегору. То есть идет мощная силовая структура. Для чего она создана? Как вы думаете? Для чего? Для того чтобы планету нашу то есть нашу всю цивилизацию всей планеты завести в тупик. пустить по неправильному пути развития. Не по духовному пути развития. Не для того чтобы люди занимались духовной какой-то практикой и поднимали себя, поднимали свои существа и выходили в космический мир, создавая Землю как райский сад. Они создают что? условия для того чтобы мы мы отдавали им энергию. Идет откачка нашей жизненной силы. Она идет без конца. Поток идет бесконечный. И города вот в которых мы живем в городах да это как раз генераторы этой жизненной силы. Я не хочу вам ничего доказывать. Я просто кратко вам объясню. Очень кратко. Вот если экстрасенс хороший смотрит на город смотрит на людей он видит ну вчера Андрей Вечник показал там правильно он видит людей как будто виноградная гроздь это люди нанизанные на энергопоток они сбрасывают энергию свою. Этот поток встречается с другим потоком с третьим, с четвертым то есть мы все батареи мы все просто батареи которые служим для накачки этого сатанинского эгрегора. Все войны которые проводятся на земле утругают евреев. Да, еврейские деньги их проводят. Гитлер расстабжали. Они понимаете вот революцию сделали а они можно на них сваливать на евреев такие всякие евреи да не евреи евреи это тоже инструмент. Евреи чтобы это все провести их же мало евреев их же совсем немного они создали масонские ложи масса масонских лож ложа в ложи ложа в ложи ложи причем интересно ложа в ложу не знают но они подчиняются одному центру до 33 ступени гори в этой ложи ну если любой из вас может подняться до 33 ступени посвящения дальше идет посвящение на 66 ступень это уже евреи 66 ступени уже идут левиты а дальше мы не знаем то есть вся магия вся магия здесь и управляются миром именно вот так любой банкир он боится мага как огня его деньги не спасут потому что можно сердце отключить на любое расстояние даже не только сердце можно вообще с ума свести лучше с ума свести когда с ума сойдет еще над ним посмеяться можно поэтому банкиры огромные деньги платят тем кто владеет знанием знание огромная сила знание магии а теперь вопрос вы верите в магию кто верит в магию ты веришь в магию вы знаете как работает магия я вам сейчас скажу механизм я почему его скажу чтобы вы немножко немножко о себе думали потому что любой из вас сидящий здесь вы все являетесь магами хотите вы этого или не хотите и делаете очень много плохого в этом плане и поэтому вы отдаете свою энергию вот в эту систему которая уходит на темный эгрегор через все эти этапы евреи вытягивают как энергию создавая стрессы без денег мы вечно за деньгами бегаем деньги деньги стресс есть стресс а у вас открылись энергия пошла силовая структура нас пугает пугает чиновник пугает пугает любой стресс туда начальник пугает стресс туда энергия туда жена мужа живет пойду в доме энергия туда и у жены и у мужа какая разница какая разница энергия туда уходит вот в чем дело но интересная деталь что энергия уходит только порциями она уходит кто создает кто создает вот этот вот ну говорят так Вот жена вампир. Тур-тур-тур-тур-тур, вампирит, ну там у нас такая есть, одна Оксана у нас такая есть. Ох, она любит ворчать. Женька от неё не зала. А вы видели по телевизору? Вот её видели. Любит. Она, вернее, любила ворчать. Она уже другая. Поняла. Вот это она всё поняла. И она наполняется энергией. Но дело-то в том, что она получает 3% или 2% от того, что Женька ей выплеснула. А остальное всё уходит. Ну потому она и работает, потому она и ворчит, чтобы эти 3% для себя получить. Будущие жены понимают, что происходит? Будущие мужья. Ни в коем случае создавать негативных каких-то конструкций в доме нельзя. Любой вопрос решается спокойно и легко. Без сердца, без стресса. Иначе вы донорами становитесь. А теперь вспомним, какую выполняет функцию Сет. Будем говорить Сет. Да? Сатана Сет. Он выполняет функцию ускорения нашей кармы. Он ускоряет нашу карму. Расчёт за наши дела. Когда этот расчёт идёт, энергия идёт на него. Он наполняется. Ему хорошо. Он живёт не за счёт космоса, а за счёт наполнения через нас. Это происходит не только у нас. Это на любой звезде. Там, где есть жизнь. Везде это петрушка. И евреи, кстати, не только у нас здесь, его слуги. Они есть на других планетах. Там только их на евреями не называют. Там как-то по-другому. Но иудаизм такой же. Такая же религия, которая заставляет адептов ненавидеть весь мир. И копить деньги. Скапливать огромные капиталы через расставщичество. Ну что такое расставщик? Знаете, да? Ты берёшь взаймы 10 рублей, а даёшь 20 рублей. Деньги из воздуха. Все банки – это система расставщичества. Отсюда расставщики появились на земле. Деньги отсюда появились. Арийский мир никогда не знал денег. Там же был обмен. Бартерный обмен. Деньги появились. Всё. Деньги создали власть. Это стрессовая ситуация. Серьёзная ситуация. Так или нет? Серьёзная ситуация. Вот такая вот вещь. Значит, что я хочу вам сказать. Когда вы будете по-терьёски услышать, какие они хорошие, какие они золотые, вы помните об одном. Что все средства массовой информации управляются ими. Деньги сбрасываются на средства массовой информации из левицких банков. Все революции сделаны на земле ими. Все войны проводятся на земле ими. А война – это вообще золотой поток. Погибает на фронте очень много людей. Миллионы. И всё это наполняет и грего. То есть, в другим словом, наполняет Бога иудейское. А теперь давайте вспомним. А христиане как считают этого Бога? Иогову. Своим или нет? Нет. Вы знаете, вы кто-нибудь взяли с христианиками? Есть? Нет. Кто-нибудь в церковь ходит, молится, аллилуйя, кричит? Нет. Нет, да? Так вот я вам скажу. Вы поняли, да? Что христианство-то родилось из иудаизма. Так же, как и родился ислам из иудаизма. Этот вот самый Бог, Сет, он является и христианским Богом. Иисус, когда пришёл в иудею, он как раз пытался объяснить этим иудеям, что они куда не залезли, кому они служат. Но он погиб, его просто уничтожили. Он знал истину, он правду говорил. Всё, что говорил Иисус, он говорил правду. Он ведь все эти законы Моисея пытался поставить, отбросить, пытался поставить на место всё. Ну, сами посудите. Вот закон Моисея, чтобы вы поняли. Там, ну, например, не убей, да? Не убей, это страшно. Не убей. Твердит каждый христианин, не убей, закон. А частицу не воспринимают подсознание или нет? Что получается? Убей, убей, убей. Подсознание легко соглашается с тем, что можно убивать. Не укради. Укради, укради, укради. Я, когда воинским занимался один раз, объяснял ребятам, вы должны подсознание закодировать на бесстрашие. И, ну, вы же знаете, что я воинское веду и сейчас занимаюсь постоянно. Так вот, на бесстрашие. Как это сделать? Ну, забыл сказать, что частица не не употребляется. Говорит, я храбр, я бесстрашен. Одним словом, да? Вот. У меня один парень начал говорить, я не боюсь. Я не боюсь. Внушать себя. Я не боюсь. Я никого не боюсь. Два отрицания. Подсознание не воспринимает. Потом, где они хлопают, а он под кровать прячется. У него страх сплошной. Он оброс страхом. Его трясти начало. Он вогнал подсознание в себе, что эмоцию страха. Таким образом. Вот теперь вспомните его, что Моисея, Моисея, те самые, Законами не воспринимает. Так вот, христианство, это всего-навсего, это религия для рабов. Религия для тех, кто должен повиноваться хозяевам. Хозяева, это иудейский, вот этот вот мощный финансовый спрут, который схватил всю планету. Не верите мне, можете посмотреть. Спросите своих родителей. Берите телевизор, смотрите, смотрите книги. Масса книг на эту тему. Читайте Истархова, читайте Шамбарова, читайте Шафаревича, читайте Дугласа Рида. Дуглас Рид, у меня книга есть Дугласа Рида. Я когда ее открыл, я хохотал сначала. Будучи сам евреем, честно, он написал книгу о том, как они пришли к власти на планете. Фактически евреи управляют всей планетой. Помогая вот этому эгрегору высасывать наши силы, наши здоровые силы, и выбрасывать их в космос на огромное-огромное расстояние. Так вот, и сами они умирают, сами, кстати, отдавая те же самые силы. Они просто выполняют функции. Они сами не знают, что они делают. Знали бы они, что они делают. Как им это объяснить? Что они вот так вот сами залетели. Хуже всего им приходится, даже хуже, чем нам. Так вот, что получается здесь? Пишет Дуглас Рид. Ничего понять не могу. Вот как они вавилонских правителей взяли в оборот? Вот и вавилоняне для них все сделали. Почему, например, царь Кир завоевал вавилон? Для евреев все буквально, что они хотели, все выполнил. Почему Александр Македонский, придя на территорию иудеи, для них все опять сделал? Что они хотят? Все буквально решается. Почему это самое после македонского римляне выполняли все их прихоти? Даже когда разрушили Рим во время восстания, ах, как бы их сына звезды, все равно, значит, евреи остались в Риме и даже стали Римом управлять. Он в ужас приходит. Говорит, как? Троян начинает воевать. Римский император Троян воюет с парфянами. Евреи поднимают у него в тылу восстание. Причем их деньги, на свои деньги тогда уже, которые были в 10 раз больше, чем в Риме, они целую армию покупают арабов против Рима. На деньги, элементарно. Троян остановил свою войну с арабами, с парфянами двинулся на евреев. Разгромил евреев еле-еле. Кое-как. Расселил по всей планете. А почему ведь расселил? Думаете, что он такой плохой? Он тоже выполнял функции. Функции жрецов. Когда все евреи вместе живут, они не опасны. Вот Израиль никому не опасен. Там только палестинцы одни от него страдают. А когда евреи по всей планете, они везде у власти. Они везде в Кремле, в Белом доме, на территории Германии, в парламенте Германии, во Франции, в Бельгии, в Голландии, везде. Так вот, чтобы их разогнать по всей земле, для этого как раз римляне используют. Там же Трояна. Тоже восстание евреев. Поняли, как интересно? Какие у них силы огромные. Представляете, эти вот 12 жрецов, потомки египетских, они переселяются в Карфаген. И Карфаген поднимают до очень высокого, так сказать, уровня. Карфаген это соперник Рима, феникийский город. Родственники феникийцы вроде как, тоже вроде как сениты. Так вот, начинается борьба между Римом и Карфагеном. Они все в сенате Карфагена. Все в сенате. И до сих пор историки понять не могут, а для чем Гамилькар Бака, отец Ганнибала, создает новый Карфаген в Испании? Зачем он туда армию перебрасывает? Зачем он Испанию завоевывает? Создает там мощный-мощный кулак наступления на Рим. Да потому что он знал, что в сенате у него враги. Но он не понимал, для чего они там сидят в сенате, что Карфаген его уже предал. Он понимал, что Рим, если будет очень сильный, он разрушит всю Европу. Этот человек понимал, что от Рима надо избавиться. Поэтому он взял клятву со своих сыновей, взял клятву с Магона, с Ганнибала, Газдрубала, что они будут сражаться с Римом до последнего своего вздоха. И знаете, как он проиграл? Ганнибал проиграл, да? Он сокрушил Римскую армию несколько раз. Ну, проиграл. И все погибли его братья. Потому что сенат Карфагена точно информировал, где какая армия карфагенская, куда она пошла, какое у него вооружение, а уничтожал всю разведку, уничтожил Ганнибала. Всю разведку. У Ганнибала не было разведки. Причем эту разведку уничтожил собственный сенат. Вы спрашиваете, а для чего? А для чего? Они понимали, что Карфаген, где они обосновались, не даст им такого простора для распространения будущего христианства. Карфаген был небольшим городом, была колония всего-навсего. Нужна была империя. В эту империю надо было внедрить новую религию, которая была уже готова на подступе. Хотя Христа еще далеко давно не было, его не было, но они уже готовили христианскую религию. То есть готовили религию. Кстати, Иисус не создавал христианство. Он вообще не говорил ни о христианстве, ничего. Вернее, о христианстве, ничего. Это придумано христианство. Это была религия, которая была создана задолго до него еще. Религия для рабов. Вы знаете, как они говорят? О, я раб Божий. Так вот, смотрите, когда был захвачен, что Карфаген, весь этот сенат карфагенский с огромными финансами, деньгами, иудейские, переселяются в Рим и начинают в Риме свою деятельность. Из Рима постепенно христианство распространяется по всей планете. Христианство – это религия, которая позволила иудеям управлять всем миром. Много тут надо рассказывать вам. Я не знаю, готовы ли или нет. Вы должны многое прочитать. Когда вы прочтете, вы очень многие вещи поймете. Вот таким образом происходит, что откачка жизненных сил из целой планеты. То есть фактически все города подключены к одному сатанинскому эгрегору. Все города. Идет сплошной поток жизненной энергии. Вот об этом потоке-то пишет Рогожкин. Он пишет, правда, не подробно. Он пишет, в общем, старается написать, хочет хоть что-то сказать. Вы читайте, там у него есть в этом инеологии. У вас есть инеология, конечно. Там кое-что есть в этой книге. И теперь последнее. А как сделать так, чтобы вас не качали? Вот любого из вас, чтобы не качали. Чтобы вы не были пристегнуты к этой беде. Вот это, сейчас на этом я останавливаюсь. Я все это рассказываю. И устали? Нет. Терпите еще. Кто-то устал. Мы немножко расскажем. Потому что вы все сейчас подключены. Все в матрице. Вот в матрице, это вот и есть. Матрица вот об этом. Только там, что? Ну не будут же они евреев ругать. Не будут сатану. Они придумали машину. На самом деле вот такая штука. Начинаю вам отвечать на вопрос. В Атлантиде и в Гипербореи, наших древних цивилизаций, которые погибли воюем между собой 12 тысяч лет назад, отлично знали, как энергию можно перегонять на любое расстояние без проводов. Без проводов. Вот этот переброс энергии был открыт кем? Никола Тесла. Это был величайший человек, который, очевидно, это дело принес еще из инкарнации своей прошлой. Будучи, наверное, жрецом каким-то в прошлой жизни. Но он, когда понял, что происходит, он это все делал за секреты. И уничтожил. Хотя его опыты по передаче энергии на расстояние, они удались. Так вот, до сих пор, что он знал, никто не знает. Никола Тесла был хорватом. Он был славянином, как и мы с вами. Так вот, оказывается, этот способ используется. Используется вот этими силами тьмы для откачки нашей жизненной энергии. Вы можете посмотреть в Библию. Там библейские герои живут очень долго. 900 лет, 600 лет, 700 лет живут. Легко и просто. Для них это не возраст. Вот. А мы еле-еле доживаем до 70 лет. В чем дело? Почему так? Там придумывают разные версии ученых, что земля якобы там вращалась по-другому, другой был календарь, не так считали. Ну, почему тогда йоги живут? Живут. Вот, йоги живут, маги живут, настоящие маги живут, йоги живут. А маги сейчас поговорим отдельно, чтобы вы знали, что такое маги. Я оставил ее пока в покое, потом расскажу, чтобы вы сами не залетели. Так вот, смотрите, значит, ребята. Здесь вопрос вот в чем. Энергию вы отдаёте. Отдаёт огромный. Любой человек отдаёт очень много своей силы и жизни просто так. Все виды стресса, все кармические узлы, которые развязываются. Вы нарабатываете тяжелейшую карму, даже сами того не знаете. Вы при отдаче вас выбрасываете очень много энергии в этот поток, который уходит. Уходит непонятно куда. Эти вот инопланетяне, вот эти твари, которые летают на этих тарелках, на этих модулях летают. Не только они. Там еще есть несколько, вот. Они тоже рабы. Как и евреи, они тоже рабы этого эгрегора. Они выполняют его функции. Они тоже фактически ради этой энергии, ради этой энергии работают против нас. Потому они с нами в контакты не вступают. Потому что им стыдно нам в глаза смотреть. Потому что они сами такие же, как и их неслуги, масоны и евреи. Вот в чём дело. Вот смотрите, значит, ребята, как от этого уйти. Я вам как-то сейчас сказал, что вы все маги, вы этого не знаете. На самом деле так. Я вам сейчас объясню, в чём дело. Существует несколько видов магии. И вы творите зло через... Как маги. Но вы этого даже не подозреваете. Попробуй объяснить. Вот у отца на работе. Он был начальник Треста. Была одна техничка. Техничка была злющая на ужасе бабка. Такая... Да не бабка лет сорока. Она была с сорока пяти. Но она такая уже от злости её согнулась. Она мыла полы. Кто-то пройдёт, наступит и так. Да что тебе без ноги, чтобы ты остался? Бабах! Через два-три дня человеку дуга. Либо машины сломала, либо ещё что-то. Он в гипсе ходит. Да что ты там тебя прибила? Бах! Прибила человек. Отец уже, мы понял, говорит, слушай, ты чё делаешь? Там её... Я уж не помню, как её звали. Фамилию помню. Ты чё делаешь? Ты же творишь страшно. Ты говоришь, всё происходит. Ты же делаешь. Да обошёл ты со своим... Это всё случайности. Запомните, случайностей не бывает вообще. Их нет случайностей. Всё закономерно. Вот вам пример. Какая есть магия, как вы думаете? А? Какая магия есть была? Астральна или ментальна? Астральна. Эмоциональна. Мощный эмоциональный всплеск, образ. Она всплеснула, она ляпнула и забыла. Вот самое главное, если бы она не забывала, бы ничего бы не было. В магии самое главное, нужно забыть, отпустить. Вот ты образ создал, эмоцию дал, ментально, мысленно создал направление какого-то действия, а потом взял и забыл. Забыл и всё. И даже не знаешь, что твой образ начинает материализоваться. Поэтому, чтобы с вас не качать силу эту, да, вы должны понимать одну деталь. Вам нужно не допустить материализации сознания, потому что материализованное сознание всегда в стрессе. Материализованное сознание через материю вас вести в стресс легко. Вы всегда будете в стрессе, а через стресс открывается ауропоток пошёл. Это раз. Во-вторых, вы никогда не должны допускать каких-то мыслей, мыслей, даже мысленно допускать что-то негативное. Потому что вы допустили быстро что-то негативное, даже в мыслях. Ещё добавили, как девчонки, вы добавляете что, эмоцию? Бабах, эмоция, да? Что получается? А потом забыли. И всё, что вы это сделали, начинает воплощаться. Тяжёлая карма. Сколько вы взяли энергии, столько отдать должны. А кому отдать? Вот этим друзьям. Вот этому самому эгрегору. И энергия ваша пошла. Вы взяли кому-то натворили зло, вы это зло получили. Часть энергии, что отдали. Поэтому для человека важны мысли чистые, добрые, хорошие. Только в позитиве. Только в позитиве. Действия только в позитиве. Пусть будет магия ваша позитивная. Желайте друг другу добра. Денег желайте, цветов желайте, счастья желайте, в любви. Всё, что угодно. Даже своим врагам. Почему Иисус говорил, возлюбите врага своего. Он именно про это говорил. Что если вам что-то плохое сделали, даже на ментальном плане вы ему голову оторвали, вот, это и случится. Забыли, тот ему голову оторвал. А вам кармически отвечать. Поняли? Когда один раз я в ФСБ попал, и мне говорят, ну вот ты вот там это такой-сякой, ты вот некоторые вещи рассказываешь людям, которые нельзя говорить. Мы там можем всё с тобой. Ну ладно, хорошо, вы можете даже меня убить, но моё тело убрёт, а моя душа ещё несколько дней будет здесь. А этого достаточно, чтобы отключить вас от жизни. Вы все один за одним уйдёте из жизни. Засмеялся. Говорит, ладно, иди, разговор закончен. К тебе заниматься приду. Нет, не хочу с тобой заниматься. Вот тебе и всё. И ушёл сам из этого, из победы. Не стал больше с ними связываться. Вот так. Поняли, да? Вот. Значит, первое, материализация сознания недопустима для вас, потому что через материальное стресс всегда обеспечен. Второе, ваша магия должна быть всегда на цепи. Любые мыслеобразы, всё, что угодно. Всё, что угодно. Вы можете любить, можете давать. Это ваше. Но брать, убивать, уничтожать ни в коем случае, потому что вы что-то подсоздаёте тяжёлую карму для себя. Это вы должны тоже понять. Всё понятно? Тогда вас подключить к этой системе невозможно. И ничего сами сделать невозможно. Самые счастливые люди были иродины, которым ничего не надо было. Свободные были. Совершенно свободные. Не тряслись, не мошну свою не прятали, не переживали, если что-то потерялось. И не страдали от этого. И никому зла не делали. Вот эти люди были, в общем-то, нормальны. Вот вам я примерно обрисовал ситуацию, которая на Земле сейчас, в настоящее время присутствует. Кстати, не только на Земле, это присутствует на всех, на всех планетах, где материальная цивилизация, цивилизация как раз вот технократического характера раскручивает свои шестерёнки. Она будет крутить эти шестерёнки, пока не погибнет. Потому что такая цивилизация не имеет права на жизнь. Она просто-напросто превращается в полстанинскую цивилизацию. Где человек, в конце концов, теряет, где у человека теряется смысл жизни. Значит, помните, что не только мысленно строятся образы, ещё есть слова. Слова есть, слова есть. Есть обоконенный русский мат. И образ. Кому-то на любимый озор наступили, он сматерился там, послал кого-то, образ создал. Готово всё. С тем человеком будет это, может, через полмесяца, через месяц, может, через год, но это будет. То, что ты вот ему заказал. Но и тебе тоже будет. Понимаете как? Поэтому вербальная магия, астральная магия, ментальная магия, ни в коем случае. Ментальная – это только мысль, образ, чистая кабала. Астральная – это ваш образ, да ещё и... Женщины любят ещё это самое. Поплакать, покричать, повозмущаться – это тоже. Ну, вот, а вербальная, когда вы ещё слова добавляете. Никаких молитв, никаких заговоров не надо. Все эти заговоры, молитвы – это всё, знаете, это не обязательно. Это готовые мысли и формы. Когда читаете молитву или заговор какой-то, да, это тоже мысли и формы. Теперь другое, последнее. Кто-нибудь должен заниматься спиритизмом? Духов вызывали? Ни в коем случае. Это один из самых страшных грехов. Вы же нарушаете законы все, все законы астрал и ментал. Ты занимался спиритизмом? Тоже духов вызывал? Слава Богу, нет. Нет, ни в коем случае. Сейчас нужно тебе просто на прощение этих духов отпустить. Они могут с тобой летать рядом, они могли не уйти. Понимаешь? Вот, карты, карты ни в коем случае. Видишь, у меня хоть одну колоду карты. А? Нет? Даже играть нельзя. Это тоже такая вещь, которая тоже позволяет людям набирать очень тяжелую карму. Все виды гадания. Единственное, что вы можете, это вы можете работать со своим подсознанием. Вот как я. Рамки, маятник, это можно. Но, опять-таки, не вызывать никого, а спрашивать самого себя. Своё подсознание. Обращаться на подсознание. Вот это можно. Все виды гадания отбросить. Потому что любой вид гадания создает тяжелую карму. Любой. Все поняли? То, что я рассказал, и с вопросами. Вот и все, наверное, то, что я хотел бы сказать. Можете?